Всем привет! Меня зовут Влада и вы на моем канале YouTube про жизнь в Турции. В этом видео я расскажу вам, как снять квартиру в Анталии, какая стоимость квартир в аренду на один месяц, советы и на что стоит обратить внимание при выборе квартиры, и в каких районах можно снять квартиру в Анталии. Я буду рассказывать вам про аренду квартир в районе Каньялты, в Трехмахале, это Хурма, Лиман и Сырысу. А также расскажу вам, чем отличаются эти районы друг от друга. И начну я с различий этих микрорайонов. В Турции их называют Махале. В этих районах проживают и снимают много русскоязычных жителей. В Лимане даже поставили памятник с матрешками. Эти Махале являются крайними в городе со стороны Кемера. Итак, поехали по порядку. Первый район – Лиман. Он проходит вдоль моря. Есть городской пляж. Рядом находится морской порт, но он ничем не влияет на отдых и жизнь. В Лимане есть базар, который работает только по вторникам. И много различных кафе, магазинов и пекарни. Второе – Махале. Хурма. Располагается за Лиманом, примерно в 2-3 километрах от моря. Район тихий, спокойный. С района открывается просто красивейшая панорама, где изображены горы. Третье – Сыресу. Район располагается в 2-3 километрах от моря, около Хурмы. Этот район самый дешевый из этих трех. Главная причина тому, что в районе располагаются водоочистные сооружения. То есть, два раза в день там есть неприятный запах, что отталкивает от этого района. Еще там есть минус, что большую часть между этим районом и морем проходит территория морского порта. Там купаться нельзя, но с одной стороны порта есть одноименный пляж и пикниковая зона. Также там идет фуникулер на гору. А с другой стороны идет городской пляж Каниалты, который начинается уже в Лимане. Рассмотрим следующий вопрос. Как снять квартиру в этих районах? Есть четыре варианта. Первый вариант – это Сахибиден. Это турецкий сайт подобия российского Авида. Там есть аренда квартир на короткий и длинный срок. В основном там все через риэлторов. Риэлтора там говорят в основном на турецком, но есть те, кто знает русский. Также там есть продажи квартир. Открыть сайт и посмотреть можно через Google Chrome с автоматическим переводом. Второе – это IRON BNB. Это аренда жилья по всему миру. Можно забронировать заранее квартиру, дом или апартаменты на короткий срок. Как на один-два дня, так и на один-два месяца. Цена там обычно выше, чем через риэлторов. Третий вариант – различные русскоязычные группы. Их уже давно создали в Турции. Там сидят русскоязычные риэлтора, которые вам помогут найти жилье. Вам стоит просто написать пост или публикацию о том, что вам нужна квартира. Прописывайте там ваши критерии, какая вам нужна квартира. И вам обязательно напишут какой-нибудь риэлтор. Группы есть в таких соцсетях, как ВКонтакте, Телеграме, Фейсбуке. Названия этих групп вы можете спросить у меня в комментариях. Четвертое – поиск риэлторских услуг в Инстаграм. Сейчас очень много русскоязычных риэлторов, которые работают в Анталии. И у многих есть уже профили в Инстаграм. Вам нужно просто написать в поиске «Аренда квартир в Анталии». И вам выйдут самые популярные профили. Аренда квартир в Анталии осуществляется в основном через риэлторов. Очень трудно найти квартиру от собственника. Не забывайте, что риэлторские услуги стоят денег. Обычно стоимость таких услуг по аренде – это стоимость одного месяца проживания в квартире. То есть, если квартира стоит 3000 лир в месяц, сразу плюсуйте еще 3000 лир. Это будет риэлторская комиссия. Причем, неважно, снимаете вы квартиру всего на один месяц или на полгода. Это будет единоразовая риэлторская комиссия. Далее, ответ на вопрос. Сколько стоит аренда квартиры в месяц? И от чего зависит эта цена? Цена квартиры зависит. Первое. От местоположения. Чем ближе к морю, тем дороже квартира. Второе. От сезона. Квартиры летом дороже, чем зимой. Третье. От срока, на который вы снимаете. Цена квартиры дороже, если вы снимаете на один месяц. Если вы снимаете даже уже на полгода, то цена будет ниже. Четвертое. От количества комнат. Ну, это естественно. Чем больше квартиры, тем выше цена. Примерные цены. Сразу предупреждаю, что цены, я говорю, без комиссии, без депозита. То есть, чисто столько стоит квартира. Так. Цены квартиры на один месяц аренды. Короткий срок. Лиман. От 400 до 450 долларов в месяц. Хурма. От 350 до 400 долларов в месяц. Сырый сумм. От 350 долларов в месяц. Минимальные цены аренды на длительный срок. Это срок от 6 месяцев. Такие. Лиман. А 350 долларов. Это обычная квартира, не на первой береговой линии. Если квартира располагается на первой береговой линии, то там идет цена от 1700 долларов в месяц. С видом на море, горы, волны иногда. Далее. Хурма. От 250 долларов в месяц. Причем вы можете попасть на красивую, как раз таки, панораму горную. И сырый сумм. От 230 долларов в месяц. Дополнительно к этой цене вы можете заплатить за Первое. Риэлторскую комиссию. Как я рассказывала ранее. Второе. Депозит. Он возвращается после вашего проживания. Депозит может быть вообще разный. Третье. Коммунальные услуги. Туда входит вода, электричество, гаж. Это вы все платите по счетчикам. Еще если газа нет, то за газ, естественно, не платите. Еще туда входит интернет. Айдат. Айдат это фиксированный платеж за обслуживание комплекса. Туда входит уборка территории, бассейн, домовое электропотребление, охрана. В общем, все, что касается территории дома. Все вышеперечисленные пункты могут быть уже включены в платеж, кроме депозита. То есть, допустим, некоторые риэлтора говорят, что вот там полторы тысячи долларов, это полностью все включено. И риэлторская комиссия, и сама квартира. Далее. Расскажу советы по выбору квартиры и на что стоит обратить внимание. Изначально, как вы только планируете снять квартиру, вам стоит написать в заметках или на листе бумаги, как хотите, какую вы хотите квартиру. Прописывайте район, отдаленность от моря, сколько комнат, этаж, вид, бассейн, сауна. В общем, все важные моменты, которые вас интересуют. И пошла я по советам. Первый совет. Это будьте аккуратны с риэлторами. Есть тут недобросовестные риэлтора, но большинство, конечно же, добросовестные. К сожалению, проверить добросовестность риэлтора очень трудно, но это возможно. Если, допустим, ваши знакомые работали уже с какими-то риэлторами, то спросите у них, с кем они работали, и снимите лучше через проверенного риэлтора. Далее, обращайте на офис. Риэлтор должен вас пригласить в офис, и вы можете посмотреть, как вообще устроен офис, какого он размера, и сразу будет видно, что за риэлторская компания. И также вы можете запросить риэлторский сертификат. Он есть здесь у каждого риэлтора, поэтому правильного риэлтора. Второй совет. При выборе квартиры обращайте внимание на отдаленность мечети, так как в Турции очень громкие мечети, которые призывают на молитву. Это происходит пять раз в день. Днем это не так сильно мешает, но ночью это, бывает, мешает, потому что в летнее время призыв на молитву примерно в 4 утра. Третье. Имейте в виду, в Каньялты пляж Галька. В центре города пляжи располагаются на пирсах, так как там проходит скалистый берег, и скалы там идут высотой в 30 метров. Идет обычно лестница к этому пляжу. А в другой стороне города идет песчаный пляж, называется Лара. В квартире также есть и в Ларе. Четвертый совет, на что стоит обратить внимание. При выборе квартиры обращайте внимание, с какой стороны встает солнце. Так как зимой, если квартира располагается на северной стороне, у вас будет прохладно и, возможно, сырость, если нет газового отопления. Летом, если у вас будут выходить окна на восход солнца, будет немного жарковато. Так как солнце здесь печет с самого утра. Пятое. Еще важно обращать внимание на кондиционеры и отопление. Тут газовое отопление встречается реже, чем в России, но оно очень выручает зимой. Также кондиционер выручает летом. Шестое. В Турции запрещено законом сдавать квартиры на маленький срок. Поэтому не удивляйтесь, если вы будете заключать контракт на один год. Вы изначально заключаете контракт на один год, но как бы можете его прервать ранее. Седьмое. Седьмой совет. Обращайте внимание на стоимость айдата. Тут айдат есть и 30 лир. Это в домах, где нет лифта и никакой нет территории. Есть 100 лир. Обычно это дома уже идут с лифтом и какой-то небольшой территории. Есть 250-300 лир. Это уже большие комплексы с бассейнами, саунами, территорией большой и охраной. Далее идет еще айдат выше и выше. В общем, все зависит от комплекса. Пожалуйста, оцените полезность этого видео лайком или дизлайком. Я вам рассказала все, что я сама знаю. Удачного вам выбора квартиры. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok